Краевая библиотека имени Горького приглашает пермяков, школьников, их родителей и педагогов посмотреть, как выглядел мир школьников в старину. Здесь можно посмотреть, каким был портфель ученика середины 20-х годов, перьевая ручка, которой школьники писали в тетрадях, и еще один интересный гаджет, который помогал и школьникам, и студентам делать сложные вычисления. Это логографическая линия, и с помощью этой линейки можно было делать различные расчеты математические. Калькуляторов не было. Я в школе пользовалась логарифмической линейкой. Это я прекрасно помню. К логарифмической линейке были еще, по-моему, даны методические рекомендации по вычислениям. Здесь можно почитать школьные учебники дореволюционной поры и советской школы 20-го века. Это учебники по основному курсу школы. От букварей и арифметики до физики, химии, литературы. Все это обязательные экземпляры издательств. Их отправляли в хранение крупных библиотек страны. Изначально мы были городской библиотекой до революции, поэтому все эти учебники обязательные были. Во-первых, был обязательный экземпляр. Во-вторых, нам передавали из различных обществ, из каких-то товарищей. Вот если посмотреть на учебники и посмотреть датированные, каким они годом, и штампы, откуда они к нам пришли, они нам очень много интересного о себе расскажут. Вот эта книга поступила в библиотеку из Пермского отделения Русского императорского технического общества. Это таблица умножения, но не для школьников, а для инженеров и математиков, ученых. Предисловие к этой таблице сделано на трех языках. Это русский, французский и немецкий язык. То есть те основные языки, которыми владели ученые начала 20-го века. В библиотекаре говорят, старинные учебники намного проще и понятнее современных. Лучше структурированы, менее объемны, богаты и иллюстрированы. Сейчас старые учебники активно переиздают, и они снова востребованы. Выставка учебники из старого портфеля рассчитана на широкий круг читателей. Она будет работать по 30 сентября в отделе социально-экономической литературы Пермской краевой библиотеки имени Горького.